Константин Сергеевич Новоселов, один из самых знаменитых физиков в мире в науке уже более 20 лет, окончил Московский физико-технический институт, сейчас работает в Британии. Королева Англии даже присвоила ему звание рыцаря, а прославился он тем, что изобрел материал будущего. Он выглядит как черный порошок, похож на толченый грифель карандаша. С последним у него, к слову, общее происхождение, оба чистый углерод. Но на деле трубки и нити из графена в сотни раз прочнее стали, а многие их свойства буквально из области научной фантастики. И вот прославленный изобретатель и лауреат Нобелевской премии по физике Константин Сергеевич на днях побывал во Владивостоке. Здесь он встретился со студентами Дальневосточного федерального университета, общался с ними, как и подобает ученому, в привычном лекционном формате. Вся проблема в том, что мы убедили себя в том, что мы живем в Кремниеву эру, и, соответственно, мы застряли на этом материале слишком долго. И мы пытаемся адаптировать его все к новым и к новым задачам. И это у нас получается все хуже и хуже. Вливание научных сенсаций в умы не только студентов, но и профессионалов научной отрасли происходило не развлечение ради, а в рамках 11-дневного интенсива. В первую очередь для лидеров технологической отрасли. Называется он «Остров 1021». И хотя Константин Новоселов не был главным спикером, научный рок-звездой в тот вечер, он точно стал. Даже каждая отдельная мембрана знает, что делать, какие белки пропускать, какие ионы не пропускать, как поддерживать еще ручной баланс и тому подобное. Со съемочной группой своими впечатлениями поделились и слушатели. Некоторые из них оказались не так просты. Продолжение следует... Константин Сергеевич в ходе лекции и ответов на вопросы успел многое рассказать о будущем гаджетов, так прочно вклинившихся в нашу жизнь. А еще о нейросетях, человеке и о прогрессе в целом. Остается надеяться, что такие светило-научные мысли будут заезжать к нам в гости чаще. Ведь столица Приморья богата талантами, которые ждут вдохновения. Анна Бережная, Евгений Черемухин, Евгений Апарин. Новости на Восьмом.